Праздник продолжился торжественным приемом губернатора. В зале собрались заслуженные деятели. Общественные деятели, члены регионального правительства, руководители муниципальных образований, депутаты Госдумы, сенаторы, представители бизнеса, ведущих средств массовой информации области и научного сообщества. Самым достойным Николай Меркушкин вручил государственные и региональные награды. Подробнее Анна Архипова. Почти 40 лет в профессии. Чебан на племенном заводе. Николай Платонов признается, другой работы для него просто не существует. После получения Ордена Дружбы награды федерального значения сильно смущен вниманием корреспондентов. Я не ожидал, что Родина оценит такой высокой наградой. Жанна и Андрей Судаковы воспитывают 12 детей, один из которых приемный. Заслуги семейной пары также оценили на высшем уровне. Это образец во многом. Такие семьи, на которых держалась Великая Русь. Поэтому спасибо вам, спасибо за верность к семейным очагу, к семейным традициям, к семейным ценностям. Народный артист Самарской области идея учредить новое звание возникло примерно полгода назад. Жители региона проявили инициативу и озвучили ее губернатору. В День народного единства высокую награду получили сразу двое. Руководитель народного татарского ансамбля «Песни и танцы», а также солистка джаз-оркестра. Создатели памятника первому воеводе Самары князю Засекину получили благодарность от губернатора, а также государственную премию. За вклад в развитие региона Константин Титов, экс-губернатор, до недавнего времени сенатор, награжден почетным знаком за заслуги перед Самарской областью. Время идет вперед. Сегодня, как никогда, мы должны быть в едином порыве, в единой связке с властью. И мы это доказали на выборах нашего губернатора Николая Ивановича Меркушкина. Я думаю, что Николай Иванович приложит все усилия для того, чтобы мы были впереди. И даже в праздничной обстановке продолжали говорить о делах. Глава региона напомнил о непростой внешнеполитической ситуации, о глобальных переменах, которые происходят в мире. В этих условиях День народного единства актуален, как никогда. Хочу еще раз процитировать слова президента, поскольку в этих словах, на мой взгляд, наиболее полно отражена суть проводимого главой государства внешнеполитического и экономического курса. Наши приоритеты, подчеркнул президент страны Владимирович Путин, дальнейшее совершенствование институтов демократии и открытой экономики, ускоренное внутреннее развитие с учетом всех позитивных современных тенденций, как внутри страны, так и в мире, и консолидация общества на основе традиционных ценностей и патриотизма. Жители Самарской области первый шаг сделали. 14 сентября объединились и доказали, Самарская область может быть опорным регионом страны, подчеркнул Николай Меркушкин. По мнению губернатора, единство и сплоченность помогут разрешить накопившиеся проблемы и вернуть Самарской области лидирующие позиции по большинству экономических показателей. Анна Архипова, Вячеслав Потоцкий, Новости губернии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова